Друзья, здравствуйте! Я художник Елизавета Шемилова. Я проведу для вас мастер-класс по написанию вот такой чудесной розы. Для написания такой розы вам понадобится мастихин. У меня есть вот такие мастихины. Вот такие различные мастихины разной формы. Мой ходовой мастихин это вот самый любимый. Больше всего использую для фона. Можно использовать вот такой мастихин. Вот такой маленький мастихин для деталей. А это мастихин для очищения краски с палитры. Палитры можно использовать различные. У меня есть такая вот палитра с ячейком. Я ее очень люблю. Она быстро очищается мастихином, с нее сходит. Есть вот такие пластиковые листы. Я думаю их можно во всяких магазинах, где книги продают, приобрести. Листочка. Вот такой флейц. Синтетика у меня. И краски. Краски. Вам понадобятся масляные. Сейчас я перечислю основные, которые будут использоваться. Это краплак розовый прочный. Вот такой фирма мастер-класса. Английская красная. Кобальт синий средний. Покись хрома зеленый. Индийская желтая. Тоже фирма мастер-класса. Вот этот ладога у меня. Кобальт синий средний. У меня есть в мастер-классе тоже. Охра золотистая. У меня фирма гамма. Марс. Черный, теплый. Вместо черного я использую. Белила титановая. В первом мастер-классе. И желтый. Кадми желтый-средний. Еще вам понадобится разбавитель. Я использую разбавитель тройники. Я его еще расскажу о нем на мастер-классе. Баночка. Какая-нибудь стеклянная. Возможно для того, чтобы разводить. Наливать куда-нибудь разбавитель. Вот. Это основные материалы. Сейчас начнется мастер-класс. Итак. Сейчас мы с вами выберем, какие краски мы будем использовать. Для этого я беру палитру. Сейчас я отодвину нашу розу. Она в моем поле зрения. Вот так положу, чтобы видно было. И будем подбирать цвета. И нам понадобится. У меня вот такая баночка. Я в нее масляную краску наливаю. Чтобы с крышечкой было, чтобы не пахло когда стоит. У меня есть и специальная баночка, но она не закрывается. И запах есть. И мне это не нужно. Разбавлять масляную краску мы будем вот таким разбавителем тройник. Я пользуюсь им. У меня очень нравится. Устроят фирмы ЗК. Сейчас отложу в сторону. Надо внимательно смотреть на картинку референса. И посмотрим, какие нам краски понадобятся. Обязательно нужно выдавить больше белил. Потому что белил здесь будет расходоваться достаточно много. Сейчас сюда выдавлю белил. У меня тюбик уже такой использованный. Немножко краска подсохла. Только выдавливается. Если у вас новенький, то там все должно очень быстренько выдавливаться. С масляными красками. Конечно, очень приятно работать. Есть такая вязкая текстура, сочный цвет. Пока я подобрю столько. Обязательно вам понадобится тряпочка. Вот такая тряпочка. Руки вытирайте, кисточку. Кисточки у нас будут вот такие. Я беру синтетику. Полоску. Буду пользоваться. И так, белую мы выдавили. Сейчас нам нужна розовая. Розовая у меня. Краплак розовый. Прочный. Фирма Мастер Класс. Я много не буду выдавливать. Возможно, какие-то цвета не пригодятся. Каких-то будет больше. Поэтому я их дополню в процессе работы. Английская красная. Немножечко ее тоже возьмем. Обязательно возьмем зеленые оттенки. У меня есть изумрудная зелень. Кадми желтый и кадми лимон. У меня есть. Надо немножечко и той, и той краски. Потому что кадми желтый средний. Смотрите. Она такая. Более горячая краска. Более. Теплая краска. Как-то про желтый более теплая говорить неправильно. Ну, в сравнении с желтой лимонной она более тепленькая. С желтой лимонной она более зеленоватая. Так, подсохла крышечка немножко. Вот видите, желтый лимон какой. Вот. Вот. Сюда. Пытаем. Так. Кадми красный средний. Кадми красный средний. Кадми красный средний. Тоже немного его возьму. Если крышечки, как у меня туго открывается, надо их тряпочками. Масло такой приятный запах. Типичное масло. Охра золотистая. Вот такая она. Синие оттенки. Ультрамарин. Темный. Сейчас я его выдавлю. Супер. Я работаю на пластиковой палитре, потому что мастихином с нее проще снимать и чиститься она проще. У меня есть, конечно, деревянная. Сегодня я хочу поработать на своей пластиковой палитре. Ультрамарин светлый. Фирма Мастер Класс. Фирма Мастер. Безбанд pénимен statt, маленький гум. Ну, всё. А все остальные камень. Немножко у меня туговато подсохли тюбики, особенно те, которыми я активно пользуюсь. Несу макия. Лаконит. Фирма ЗК. Такой старый тюбик. Есть. Так, что-то у меня не хочется скрываться, предатель. Сейчас попробую Канскейт осереть. Процесс идёт. Так. Лаконскейт. Сейчас мы его поднимем. Зелёненький. Лаконскейт. 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 Индийское жёлтое. Наверное, не понадобится, пока её не буду открывать. так еще нужно открыть пару оттенков коричневым вот у меня есть умбра жженые приятный цвет я ее воспользуюсь ей я ее кухню золотистой выдавила может еще чуть-чуть побольше выдавлю закрываю какой бы мне еще все натурально Иридоновая зелёная, а у меня этикетка стёрлась. Сейчас мы её сюда выберём. Для фона она будет очень хорошо. Синий ФЦ. Он такой очень тёмный. Что-то у меня этикетка стёрлась, но этот виноградный. Чёрный. В общем, его побольше. Виноградный чёрный дает. Чёрный, в отличие от сажи газовый, чёрный цвет очень сочный. Не даёт глухой цвет. Примерно всё. Примерно всё. Сейчас мы будем замешивать цвет. Сейчас я налью распавителя. Присох. В масле всё так немножечко присыхает. Наливаю разбавителя. Напоминаю, разбавитель тройник. Я пишу на тройнике. И так, мы сейчас сделаем цвет фона. Найдём какой-то средний, не самый тёмный, не самый светлый. Какой-нибудь вот такой оттенок. И намешаем. Мы должны будем им закрасить ровненько весь фон. Веритоновый зелёный. От него немного охры золотистый. Расправитель. Вообще масляная живопись, она настолько приятная. Так приятно все эти краски сначала намешивать. Тут у него попало. Намешивать, наносить на холст. Прямо стихином. Тисточки масла. Тисканяю. Сейчас я положу немножко в сторонку. наш референс. Подвину палитру. Уже склад красок образовался. Так вот палитру, чтобы вам было видно. Холст. У меня грунтованный картон. Можете грунтовать сами. Можно купить готовые в художественных магазинах. Они есть. Сейчас я оботру мастихин в картон. Прямо вот так вот. Будем наносить. Обтираю мастихин от тряпочки, чтобы он чистенький оставался. Сейчас макеточку тоже почистим. Немножко разбавитель. Наносим ровным слоем смесь передонывала и охрызователь. Наша задача сейчас здесь. Единственное, что здесь будет светлое пятно, как на референции. Здесь темное. Мы пока что единым тоном все покрываем. Единым тоном все покрываем. Кроме того, я готова пить, чтобы мне нам не станет красивым. Это очень легко. Оно из пищеваря поход. Паять, пищеваря поход. Паять, паять, паять. 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 Маловата краски. Сейчас мы возьмем нашу зеленую. Выдавим прямо сюда. Уже золотистый. И перемешаем. Прямо вот так вот. Сейчас чуть-чуть капаю в разбавителя. Очень густо. Во-первых, надо охру побольше еще. Еще немного разбавителя. Добавлю с кормов. И якунуться. И все остальные. И якуму, якуму, нарезать. Итак, якуму. И якуму. И якуму. Побольше расправителя, оп, так у меня подпрыски полетели, тороплюсь, побольше расправителя, вот у маски в одном направлении, можете как хотите, у меня два динамики в композиции, я так делаю, стол на котором работаете лучше конечно укрыть, пленкой, потому что масляная краска, она пачкает все, потом отмывается плохо. Сейчас я нанесу краску на хвост и так, немножечко камера повыше сделала, чтобы было видно. Так, я нанесла зеленое. Сейчас, видите, у нас все темные, пятая зеленая кисть. Сейчас бы еще коричневатая. Здесь коричневая. Рattered кистью маска. Вот такая маленькая з ек за six, 착ieved в структуре плали. А, наконец-то смотрите, подходит к нам cervу. Так вот кисточкой наносим слой за слоем. Масло очень приятное по фактуре, наносить его тоже приятно. Такие пятны, коричневые. Коль, где? Вот эти волоски в одном и другом. Остатки шклепаем и приклеим. Выкладываем, чтобы палитра чистая была. Прямо не бойтесь так, в масле все очень легко исправляется. Прямо с палитрой все подкрепляем. Наравняем. Сейчас я кисточкой разровняю. Сейчас мы будем рисунок розы сделать прямо на картоне. Кисточку протираем. Тряпочка, чтобы не сохла. Протираем ее. Протираем мастихин. Берем маленький мастихин. У меня вот такой вот есть. Мой малыш. Смотрим внимательно на наш референс розы. Надеюсь, он у вас перед глазами. Я себе его положу. И размечаем, как он у нас прямо на картоне, где у нас будет роза. Фактически это круг. Круг шар такой, развернутый одна с серединкой. Сама серединка где-то здесь будет находиться. Здесь будет ее край. Где-то здесь. Примерно край. Здесь где-то примерно. И по низу вот здесь. Вот. Примерно так размечаем. Вот такой шар. Вот я сделаю что-то. Вот сделаем. Чуть-чуть пониже вот здесь. Вот здесь все. Здесь вот у нас будет. Вот здесь серединка растет стебель. Прямый стебель толстенький. У нас будет располагаться бутон. Смотрите, чтобы у вас именно по композиции хорошо было. По вашему, как вы закомпоновали. Не обязательно прямо точь-в-точь как на фотографии. Главное, чтобы было красиво в компонации. Вот так растет. Вот так растет. Денькие стебель толстенькая, Денькие стебель толстенькая. Смотрите, вам нужно крутить стебель. Внутри стебель толстенькая, и внести тесто, Здесь потом. Ну что ж, чуть покрупнее сделать. Здесь потом, а вот уже такие. Вестепри. Вот такие листочки. Здесь вот. У меня там есть тоже листья. У меня тоже есть такие листочки. Так, теперь серединка наша. Рисунок. Примерно здесь серединка. Вот такой лепесток. Да вы так не бойтесь мастихийным принесите рисунок. Так. Еще раз повторю, что не надо стартовать точь-в-точь. Главное понять форму приблизительно, которая есть у рода, форму ее лепесточка. Так, это большой лепесток у нас. Примерно так, вот тут у нас лепесточек, лепесточек. Примерно так. Не бойтесь, что у нас там зеленый цвет остался, сверху мы будем густо проходить краской с белелами, а зеленый нам будет давать живописность. Вот так вот. Сейчас мы намешаем, желательно взять другую кисть. Возьмем чистую баночку. Света у вас. Если ту вы не очень хорошо вымыли, желательно взять другую кисть. Берем разбавитель, который у нас немножко зеленый, испачканный. Возьмем чистую баночку. Нам еще понадобится. Сейчас я налью разбавитель. Сейчас мы будем навешивать основной цвет бутонов и цветка. Начнем, как обычно, с темного. Такого фиолетового цвета. Берем красный краплак розовый. Смотрите, как он сочный. Все красный краплак розовый, прочный. Смотрите, как его фиолетово Ikimira. Добавляем в него светлый ультрамарин, немного больше, чем хотела, добавила. Сейчас мы будем кропак добавлять, нам его надо много, поэтому не страшно, немножко темнее получилось, чем я хотела, поэтому надо добавлять потихонечку, я поторопилась, вы не торопитесь, я прямо лью по палитру разбавитель, так чище будет разбавитель. Вот так я перемешиваю, хорошенечко, вот такой цвет у меня, получается холодноватый. Теперь нам сюда нужно белье, Попелело. Попелело. Распавитель. Попелело. 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 Тщательно перемешиваем цвет. делаем колер прям большое количество хватило на все нужно еще белила как я и говорила белила надо много надо почувствовать в масле основная сложность что нужно почувствовать количество цвета нету готовых решений в тюбиках все намешивается в этом и прелесть процесс создания цвета перемешиваем я немножко попробовала, добавим в него желтинки жалко затыкали Такой вот кремовый цвет. Добавляем крем. Так, такой цвет. Так я намешал. Сейчас мы сделаем кипятки. Большой лепесточек. Не пугайтесь, что зеленый вылазит. Ничего страшного, богаче, живописнее будет наша роза. Просто не наносите слишком толстый слой зеленого вниз. Достаточно тонкого. Достаточно тонкий слой зеленый. Достаточно тонкий слой зеленый. Кладем стихи на носки. Прямо по форме лепю. Прямо по форме лепесточек. Такими как большими носками лепим форму. Прямо по форме лепестки. Такие носки больших лепестков. Почти меньше. Так вот лепесток здесь идет. Прямо кладем по форме. Здесь крупный кипесток. Прямо кладем по форме лепестки. Прямо кладем по форме лепестков. Так, лепесток. Прямо кладем по форме лепестки. Здесь серединка. Так, закрываем. Теперь еще бутоны, вот такие низко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь нам нужно... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глубилки потемненнее, в глубину создать цвет. Она немного синяя с нашим крыльплукой. Добавим туда англическую краску. Мы можем больше, чем надо, покрасить. Сейчас мы немного карплака возьмем. Покрасить. 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 Вернуть. Глубиться. Собиня. Покрасить. Эти мюшечки. Закрываем. Там тоже темно. Здесь такая тень. Прямо густенько накладывайте. Пустым. Так, вот здесь купим. Так, вот здесь купим. Много порозовее. Какая живописность. Там вот у нас лепестки все такие холодненькие. Здесь центр освещен солнцем. Вот такие холодненькие. Сейчас здесь стираем. Сижу. Так, вот здесь вот. Прямо. Окей. Прямо из темноты вот выводим. Немножко английской, английской красной и кропотка чуть-чуть. Смешиваем с этим электромарин. И в серединке кладем вот так по форме. Смешиваем с этим электромарин. Там, где все зеленые, втеним вот, закладываем темным цветом. Движемся как бы от центра. Так, нам еще нужно бутоны поярче. Так, ага, вот еще здесь, там засветлое. Бутоны нужно поярче. Немножко английской красной. Перемешиваем с кропотком. Наши колеры возьмем. Перемешиваем с кропотком. Перемешиваем с кропотком. перемешиваем с кропотком. А здесь по краям. перемешиваем с кропотком. Попробуем с кропотком. Ещё в серединку нашу цветочком. Как и здесь, Микс. Как и здесь, Микс. Как и здесь, Микс. Кобальт. Ой, утрамарин тёмный, нашим окулером. Примерно так. Теперь надо много перьё. Микс. 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 Мик. 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 который был из кадниев, светленький, светленький, с желтым оттенком, и вот такой вот. Теперь смотрим, где она самая светлая, и там грудью, объемные такие носки. Прямо не боимся. Прямо не боимся. Прямо кладем такие светлые. Прямо не боимся. 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 Сейчас мы возьмем перила, я вот смешала немножечко с нашим колером яркий пинцет, здесь прямо по светлым участкам, похожим, жиденько так я с растворителем делала, прямо по всем сверху, только сверху. Особый такой эффект. Мастихина получается. Какой ты видишь ворона? От края лепестка и вовнутрь. По краешку. Здесь вот свет падает. И так прямо от края от края. Как-то не видно. У него есть мастихина. Ничего страшного. Прямо так. Промакнуть можно. Здесь светлое. Здесь лепесточки. Серединка свет падает. Немного света. Здесь свет. Здесь лепесточек. Вот так. Вот так. Здесь он там тоже немного светлого. Здесь светлое. Здесь светлое. Это светлое. Рискан Seal. Здесь светлое. Много закраснете зеленые наши, темные возьмем, которые с копотькой колер мы смешиваем, красные, зеленые. Все, сейчас будем еще бутоны делать. С этим близко к красным смешать с нашим колером, который кроплакает. Субтитры делал DimaTorzok С другой стороны. С другой стороны. Субтитры делал DimaTorzok 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 Мерчу. Внизу колер остался наш немножко желтоватый. Он был тоже тёплый. Мерчу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Помним, что мы не все закрашиваем, мы оставляем зеленый фон, стебель, мы только подчеркиваем легкими движениями, кое-что слегка. Хочу на листике еще сделать серединку, корцом мастихина, уголочком ставлю вот так и слегка наклоняем, немножко стыкаем. Легко так. Бороздки у листика. Пример. Не надо особой точности, эти листочки вдали, они не особо четкие. Главное, чтобы было ощущение, что можно где-то прокорявать бороздочки у листика. Главное, что мы делаем в следующем. Девочка-на-удина. В следующем доме. Легко-девый листочку. Девочка-на-удина. Выбор, что это, у меня шар. Так, без плечика. Прямо так, с удовольствием играем, пастихином легонько и не боясь, маски можно всё убрать, в конце концов, если что-то не понравится, всё исправляется достаточно легко. Счистили ей впредь. Прикольно. И вот наш фон становится сразу богаче. Сразу появляются какие-то переливы, глубина. И растягиваем, чтобы не принужденно у нас было маски. Обязательно держите тряпочку под руками, вот я вот выпачкалась. Вытирайте, потому что можно нечаянно потом заляпать пальцем, захотеть всю работу. Так, немножечко вверх. Уже немного краски остаётся. Немножко другой можно подделывать цвет. Но суть такая же. Он должен быть темнее на несколько тонов. Смотрите на референс, где там тёмные пятна. То, что создает особую композицию, вам подскажет, как улучшить, добавить. У меня уже почти закончилось. С этой стороны у розы вообще очень много тёмного. Ну, не будем усердствовать. Сейчас я ещё немного мешаю. Похожий цвет. Смотрите, как засверкал у нас. Засверкал у нас фон. У меня появился. Так. Сейчас напоминаю. Марс чёрный тёплый. Окись хрома. Английская красная. Перемешиваем. Тщательно. Перетираем. Продолжение следует... Получился. Сейчас мы еще подчеркнем ловину здесь. Прямо с этой стороны. Продолжение следует... 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 Здесь-то конь, девушечку. Трех, конь. И здесь. Примерно так. Примерно так. Теперь хочу еще немножко яркого солнышка добавить на листиках, где бутон. Сейчас мы сделаем цвет, оставшуюся краску. Еще. Ну, уже сюда. Такое-таки. Примерно так. Сейчас. Сейчас подито. Чищу мастики. Прямо так вот тряпочками держу. Сейчас, может, чистенький такой. Снимается. Я не буду чистить свою палитру. Я их сверху помою. Настюха. Такая же. Сейчас я на Нюша. Нам нужно немного белье. Титановое белье. Снимаем. Вот так. Мистер. Не страшно, если останется. У нас только холодные. Светлые части почти белые. Такой прям. Сочный. У нас уже есть, конечно. Конечно, здесь, но мне хочется прям вот, чтобы солнышко засветилось. Сейчас мы перемешаем, посмотрим, какой у нас получится свет цокерихрома. Сейчас попробуем его, как он. Нравится ему? Нет. Немного есть, да? Так, сейчас он. Ещё здесь. Вот такой холодочек. Теперь немножечко. Прямо ребрышком я хотела по краям подчеркнуть толщинку. Здесь чуть-чуть. Не бойтесь, эта техника мастихина, она такая, достаточно условная. Что такое? Такие же компрессионизм. Вот так вот. Экрану немного. Видите? Тут какие-то мусики. Прямо кучка мастихина. Мастихина. Я хочу здесь ярко, вот прям. Возьмем индийскую желтую, сейчас я ее найду, вот она, фирма мастер-класс, немножко другая упаковка, индийская желтая, она удивительно и дает эффект в смеси с белинами, такой неповторимый оттенок, чем-то похож на неаполитанную желтую, в общем, я ее очень люблю, часто использую, индийскую желтую, сейчас мы чуть-чуть, мне кажется, наковато выдавила, сейчас мы ее немножко закопаем и чуть-чуть берем, чтобы слегка у нас такой богатый оттенок получился. Субтитры сделал DimaTorzok еще немного белого еще чуть-чуть шелтого не хватает измелькан оттенок 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 с Субтитры сделал DimaTorzok 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 В нужном эффект происходит оптическое смешение цветов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...